МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Карагандинском, в студии Миромбульсал Кимбаева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Сегодня выпуски. Глава региона Ерлан Кошанов назначил нового Акима города Каражал. Им стал Клектес Досаев. Аким Карагандинской области совершил рабочую поездку в Каражайский регион. В 16 регионах Карагандинской области выбрали Акимов сельских округов, поселков и сел. В областной избирательной комиссии подвели итоги выборов. Задать вопрос напрямую. Заместитель Акима области по вопросам инвестиций Алмаз Айдаров встретился с карагандинскими предпринимателями. Глава региона Ерлан Кошанов назначил нового Акима города Каражал. Им стал Клектес Досаев. До назначения Акимом он руководил управлением государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области. Новый градоначальник был представлен во время рабочей поездки Акима области в город Каражал. Во время рабочей поездки в Каражал и Жайрем Аким Карагандинской области посетил городообразующие промышленные предприятия Жаремский ГОК и представительство Оркена Тасу. Жаремский горно-обогатительный комбинат производит железные и марганцевые концентраты. В поселке расположены обогатительная фабрика, передвижные сортировочные участки, автотранспортные, железнодорожные и другие цеха. В них работают 2200 человек. Представительство Оркена Тасу расположено в Каражале. Это производитель железной руды, аффилированное предприятие Арселор Миттал Тимиртау. Сырьевая база Оркена Тасу – это месторождение западный Каражал, который с 1972 года разрабатывают подземным способом. На совещании с городским активом Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов представил нового градоначальника Каражала. Им стал Телектис Досаев. Глава региона подчеркнул, что проблемы Каражала давно известны. При выборе кандидата на должность Акима города в первую очередь учитывался опыт работы в коммунальном хозяйстве. Досаев предприятий Федерий Викторович назначен Акима города Каражала. Только получено согласие администратора города Каражала. Он по предприятии не ведется до этого. Все свои силы, знания, опыт, умения я приглашаю для решения социально-экономической задачи в городе. Особо хочу поблагодарить также и за поддержку. Спасибо. Одна из основных проблем Каражала – это состояние автодорог. Участникам встречи было рассказано о том, как изменится дорожная инфраструктура в ближайшие два года. Многолетние проблемы с подачей питьевой воды в городе Каражале и поселке Жайрем будут также решены в ближайшие два года. Об этом сообщил заместитель Акима области Анатолий Шкарупа. Для этой цели, в первую очередь, с помощью прозволхоза была проведена работа по насосному оборудованию, с помощью Акимата города Каражала была проведена и данная. Но для того, была проведена работа по восстановлению второй нитки водовода между третьей и второй насосами, Жайремскими, что было нам возможность увеличить объем подальше воды, как Каражала, так и Жайрем. Но на сегодняшний день мы уже остановились на том вопросе, что благодаря помощи Карсинга мы запускаем реализацию второго этапа данного проекта. Карсинга выделяет 15 километров трубы соответствующих параметров для того, чтобы повысить надежность водоснабжения двух населённых пунктов. В результате всех мероприятий к 2020 году водоснабжение Каражала и Жайрема должно стать качественным и полноценным. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Десять лет лишения свободы. Именно такое наказание требуют прокуроры для Елены Колесниковой, которая обвиняется в создании финансовой пирамиды «Оптовка». В Караганде продолжается громкий судебный процесс. По версии следствия, жертвами финансовой пирамиды «Оптовка» стали 752 жителя из Астаны, Караганды и Темиртау. Предполагаемая основательница многомиллионной афёры Елена Колесникова, как считает прокуратура, должна провести ближайшие 10 лет в колонии общего режима. Прокурор Октябрьской районной прокуратуры, сержант Сабыр, заявил, что считает её вину доказанной в совершении преступления. Свою вину Елена Колесникова признаёт только в той части, что не выполнила обязательства перед вкладчиками. Заявляет, что умысла совершить афёру у неё не было, а вернуть гражданам деньги помешали жалобы от отдельных вкладчиков и вмешательство органов следствия. Предполагаемая основательница финансовой пирамиды находится под арестом. Материалами дела установлено, что фирмой приняты от физических лиц более 3 миллиардов деньги. Из них вкладчикам не возвращены 2 миллиарда. Допрошены более полутора тысяч вкладчиков и свидетелей, проведены более двух тысяч следственных действий, в том числе судебных экспертиз и других исследований. Между тем, из 752 потерпевших несколько десятков человек считают, что не смогли вернуть деньги только лишь из-за временных трудностей в работе Колесниковой. Они убеждены, что после выхода из кризисного положения фирма снова приносила бы им доходы в виде процентов от вложенных денег. При этом потерпевшие не получили даже основные суммы, не говоря о процентах. 11 августа судья Октябрьского районного суда Караганды Амантай Абдекамалов признал подсудимую Елену Колесникову виновной в совершении преступления, а именно создании и руководство финансовой пирамидой, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере. Обвиняемая приговорена к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы. Кроме того, в пользу потерпевших вкладчиков суд постановил взыскать 385 миллионов тенге. Также ее имущество, добытое незаконным путем, подлежит конфискации в пользу государства. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинской области прошли выборы акимов сельских округов, поселков и сел. Об итогах избирательной кампании на специальном брифинге рассказал председатель избирательной комиссии Ергара Аймагамбетов. На выборах 8 и 9 августа участвовали 16 регионов области. Свои кандидатуры выдвинули 391 человек. В соответствии с правилами избрания, все кандидатуры на должность акимов сельских округов, поселков и сел были согласованы с местным сообществом. На выборах по 129 сельским округам выдвинулись 391 кандидатов. Однако по разным причинам трое из них сняли свои кандидатуры. В связи с этим областной избирательной комиссией был разработан календарный план по организации очередных выборов акимов сельского уровня, который мы рекомендовали использовать при организации проведения выборов во всех регионах нашей области территориальными избирательными комиссиями. Согласно пункту 45 указа, выборы акимов были назначены соответствующими районными городскими избирательными комиссиями за 45 дней до окончания сроков полномочий акима. Всего на выборах приняли участие 388 кандидатов, из них 287 мужчин и 101 женщина. Средний возраст претендентов сельские акимы 55 лет. В выборах принимали участие врачи, инженеры, преподаватели, экономисты, сельхозработники и политологи. По национальности казахов 363, составляет 93,60%, русских 14,4%. Среди кандидатов в акиме сельских округов, сел и поселков были представители 9 национальностей. По возрасту до 30 лет 62%, а 62 человек 16% это составляет. До 35 лет 79 человек это 20,4% кандидатов, до 45 лет 97% это 25% кандидатов, до 55 лет 104% это составляет 27%. До 60 лет 44 человек кандидатов это составляет 11% и свыше 65 лет приняли участие два кандидата. Итак, подводя итоги, большинством голосов избраны 129 акимов. Из них 83 акима сельских округов, 22 поселковых и 24 акима села. Асель Сазамбаева, Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинские предприниматели получили возможность задать вопросы напрямую заместителю Акима области по вопросам инвестиций, промышленности и развития малого и среднего бизнеса Алмасу Айдарову. Кроме того, бизнесмены получили консультации от руководителей управлений промышленности, индустриально-инновационного развития и предпринимательства, а также фонда ДОМУ и палаты предпринимателей. Елена Ерш на протяжении 20 лет занимается собственным бизнесом. Два года назад открыла детский сад на 120 мест в районе Майкудука. Сейчас хочет взять землю и построить еще одно дошкольное учреждение, однако уже на 250 мест. На вопрос, почему она строит именно детские сады, Елена незадумчиво ответила, что очень хочет помочь государству в развитии дошкольного образования. Потому что эта сфера у нас еще не развита, ее надо развивать, раз у нас нехватка детских садов и очень многие дети нуждаются в дошкольном образовании. Поэтому мы направлены именно на развитие дошкольного учреждения. Средства, которые я зарабатываю, я вкладываю именно в дошкольное образование. И спасибо большое, что есть такая поддержка, потому что без поддержки государства это было бы невозможно осуществить. Елена Ерш сегодня пришла специально на прием к заместителю Акима области по вопросу пустующих земель, которые выставлены на аукцион. Женщина утверждает, для того, чтобы выставить земли на аукционе, государство тратит немалые денежные средства. И можно ли без аукциона брать эти земли, если предприниматель готов сам за свой счет сделать все необходимые процедуры, тем самым значительно снизить затраты в государственном бюджете. В палате предпринимателям мне дали список выставляемых земель. Но когда я пришла в земельный комитет, он почему-то в аукционе не числился. Я пришла, сказали, что вы не выставили на аукционе. То есть он болтается этот участок. Так вы его не выставили, потому что не готовы проекты по нему? Да, землестроительный проект не готов. Они порцией мы выдали. Здесь вам показали все участки, которые свободны. Вы имеете выводить 110 участков? Да. Да, 110. Вы 106 имеете в этой гумерации? Да, 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 по 100, 15 микрорайон. Они этапами, как земель строить, подготовить, они их на аукцион выдают. Поэтому вам надо будет, если вы конкретно это участок хотите, вам надо будет ждать его на аукцион и участвовать. Но точные даты аукциона вы не уточните. Да, потому что последний аукцион прошел такой вот в июле. А вы как хотите, сами строить? Без ГЧП? Нет, я уже иду по своему детскому саду, я иду по ГЧП. А, у вас и ГЧП есть, правильно? Да, я уже концепцию пишу, как разрабатываю я. А это детский садик за счет собственных средств. Уже вкладываю сама. Ну и ГЧП вы можете взять? Да, да. Ну подумайте там. В течение двух часов предприниматели Караганды могли обращаться напрямую к должностным лицам по консультационным и сервисным услугам. Вот уже на протяжении полугода Центр обслуживания предпринимателей оказывает помощь в реализации проектов, консультирует по госпрограммам поддержки бизнеса. Кроме того, специалисты ЦО показывают юридические и бухгалтерские услуги. А также любой желающий может пройти курс обучения предпринимателей и многое другое. И здесь непосредственно вот такой открытый прием очень эффективен в данном случае для того, чтобы быстро, оперативно те проблемы, которые возникли у предпринимателей, или вопросы именно органов государственной власти своей деятельности, они быстро нашли свое разрешение. Здесь у нас собственные консультанты сидят, которые помогут предпринимателю составить бизнес-план, сопроводить его, оказать правовую помощь, осуществить даже защиту его прав в представительстве в суде. Если это требуется по ходу оказания помощи этому предпринимателю, то, пожалуйста, и такие услуги тоже оказывают. Все это бесплатно, поскольку финансирует эту помощь само государство. Как уверяют специалисты, вопросов у предпринимателей много. И в основном на такие темы, как строительство, налогообложение, транспортные системы, крестьянских хозяйств и субсидии. Так, по данным статистики, с начала текущего года в Центре обслуживания предпринимателей помощь получили более двух тысяч бизнесменов. Но это еще не предел, уверяют специалисты. Асель Сазамбаева, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинскую кондитерскую фабрику ожидает модернизации. Сегодня фабрика временно приостановила свою деятельность. О том, что ожидает предприятие в будущем в региональной службе центральных коммуникаций, рассказал руководитель управления промышленности Карагандинской области Галымжан Жумасултанов. На сегодняшний день в Карагандинской области реализовано 80 индустриальных проектов, на которых создано 6 тысяч новых рабочих мест. Такие данные в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций озвучил руководитель управления промышленности и инновационного развития. В нынешнем году запланирована реализация 9 проектов на сумму более 9 миллиардов тенге. Планируется создать 500 новых рабочих мест. Шла речь на брифинге и о новых месторождении полезных ископаемых. В Ултау-Жесказганском районе обнаружены крупные месторождения меди, марганца, свинца и цинка, средние и мелкие месторождения железа, никеля, кобальта, угля. В рудах черных и цветных металлов встречаются соединения серебра, вене, кадмини, талия, германии и других рассыпных элементов. Геологический потенциал области на выявление новых месторождений полезных ископаемых достаточно высок. Отсюда и складывается мощный локомотив промышленного развития не только области, но и республики в целом. В рамках развития геологической инфраструктуры ведутся работы по открытию в Караганде геохимической лаборатории, где на высокотехнологичном оборудовании будут проводиться исследования на твердые полезные ископаемые и подземные воды. Затронули также проблему карагандинской шоколадной фабрики. Как известно, сегодня компания «Конфеты Караганды» заморозила производство. Я думаю, те специалисты, которые исторически выросли на этом предприятии, они обязательно вернутся. И мы, может, через год будем опять кушать наши вкусные конфеты и хвастаться, что у нас самые лучшие конфеты. Сейчас на этот период, в связи с тем, что это экономически сегодня уже невыгодно, то есть это высокозатратно, имея старое оборудование, выпускать продукцию, и они сегодня уже, получается, не совсем конкурентоспособны на нашем рынке. Чтобы стать конкурентоспособным, новый инвестор намерен обновить оборудование, а главное – разработать стратегию развития. Руководитель Управления промышленности и инновационного развития уверен, что уже через год карагандинцы смогут вновь отведать конфеты своей фабрики. Среди крупных инвестиционных проектов на брифинге также был назван проект по строительству завода по производству высококачественной извести в Осокаровском районе. Общий объем инвестиций составляет более 8 миллиардов тенге. Андрей Тенту, Легенд Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Центр занятости Караганды предлагает горожанам пройти полный курс изучения английского языка на бесплатной основе. Кроме того, пройти переквалификацию и найти работу по душе. На протяжении полугода любой трудоспособный карагандинец сможет пройти обучение и найти работу. Илумбахе Базаровой 21 год окончила колледж в 2015 году. И вот уже на протяжении двух лет не может найти работу, которая пришлась бы ей по душе. Обучалась девушка на бухгалтера-экономиста, училась на отлично, но трудоустроиться так и не смогла. Узнав о новой программе через Инстаграм, девушка немедля решила собрать соответствующие документы и подать заявку в Центр занятости. Илумбаха считает, что английский язык ей поможет в будущем. Сдала документы, жду заключения договора. Думаю, что английский язык сейчас он очень, получается, востребованный язык у нас в Казахстане. Получается, он мне в дальнейшем откроет большие двери в мою профессию. Кроме того, Центр занятости города Караганды предоставляет горожанам возможность трудоустройства. К примеру, в этом году на краткосрочное профессиональное обучение планируется направить более 900 человек по востребованным на рынке труда специальностям. Такие, как сварочное дело, токарь-универсал, швея, водитель, программист 1С, а также официант, компьютерная грамотность и многие другие профессии. В раках программы продуктивной занятости и массового предпринимательства с Центром занятости населения Акимата города Караганды проводится работа по переобучению на краткосрочные курсы безработных граждан, которые не могут найти работу именно по своей специальности. В общем, краткосрочное обучение проходит до 6 месяцев. Ну вот, это английский язык, это различные колледжи, различные учебные центры, которые, вот данный перечень колледжей и учебных центров утвержден региональной комиссией Карагандинской области, пре-акиматика Карагандинской области. Вот, согласно данному перечню, английский язык обучается, ну, по-разному. Все, что требуется при себе иметь, это перечень некоторых документов, таких как удостоверение личности, трудовую книжку, документы о любом образовании и справку о состоянии здоровья по форме 086У. После переобучающих курсов специалисты Центра занятости помогают в трудоустройстве. Кроме того, во время обучения каждому будет выплачиваться пособие в размере 16 тысяч тенге. В любом, на любые курсы обучения, если он пойдет, вот, ежемесячная оплата стипендий составляет 16 тысяч. При этом он не только получает знания, но и еще стипендии. Это как бы для безработного, это хорошие условия. Считаю, что он за эти деньги, он оплачивает свой проезд, обед. Сейчас ведется активный набор на курсы повышения уровня знания английского языка. Любой трудоспособный горожанин может подать заявку в Центр занятости и стать участником программы. Завершив краткосрочное профессиональное обучение и сдавшие квалифицированный экзамен, организации образования выдаются свидетельства установленного образца, а также сертификаты о присвоении квалификации. На этом у нас все. Если у вас есть интересная информация, вы можете позвонить к нам в редакцию по номеру 420649. Также наши новости вы можете посмотреть на сайте телеканала Первый Карагандинский. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин